Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok речь какую-нибудь произносит, произносит много красивых слов, и потом масса за ними идет. Это что такое? Часто это просто манипуляция, и здесь никакого испихивания ответственности нет. Хорошо, ты все скажу. Можно дальше? Я по этому говорю, что суженное. Ладно, суженное – прекрасно. Я хочу его рассмотреть только для того, чтобы мы могли сразу же начать работать. Чтобы начать работать, нужно от чего-то оттолкнуться. Это рабочее определение, которое используется конкретно для какого-то метода борьбы с манипуляцией. Что значит выполнение? Что значит в роли какого-то роли? Что значит в роли? Что значит в роли? Каждая роль – это какая-то функция. То есть, каждая роль поднесет к себе какую-то функцию. Например, друг – это что значит? Что ты помогаешь, выслушиваешь, придешь в трудный минут на помощь, делаешь безвозмездные какие-то вещи. К министреативу. К министреативу. Да, правильно. И когда сводится человек, он сводится к этой роли, но ты же не только друг, правильно? У тебя есть ответственность перед другими людьми, свои желания, еще что-то. Но вдруг ты становишься только другом. То есть, ты попал в эту роль друга и все. По отношению к конкретному человеку? Ну да. Ко мне. Я говорю, Вова, ты же мой друг. Ты же мой друг, дай миллион. Ну как ты другу мне дашь миллион? А у тебя жена, дети и так далее. Ты как бы тоже тебе этот миллион как бы не дат. Ну как друг же? Почему манипуляция всегда какая-нибудь злая цель или какая-нибудь коварная? Почему манипуляция может быть просто вот, ребенок не хочет что-то делать, а ты хочешь его заставить. И у тебя может быть добрая цель, ты понимаешь, что это благо ребенка. То есть, почему сразу, ребят, не должна быть такая цель, ты же коварная. Ты же не говори про коварные цели, просто манипуляция. Ну нет, ну. Хорошо. Давай разберем. Почему манипуляция сразу бимус? Я не говорю, что это минус. Давай разберем с ребенка. Давай что-то не хочу. Манипуляция, смотрите, хорошо. Если мы свели, давайте просто дальше дойдем до конца, да, определение. И тогда как бы мы уже сможем с чем-то работать, пока мы еще даже не начали. Поэтому изникают вопросы такие, как у тебя. Да было-то? Просто ты в негативе все пытаешься показать, что как будто манипуляция негатива. Они говорят, что это негатив. Ну. Спасибо. Хорошо. Давай так, я закончу, потом ты выскажешь все пожелания и все возражения и все свои примеры. И мы их разберем конкретно. Хорошо? Вот. И манипулятор, соответственно, находится в состоянии беспомощности по отношению к какому-то делу. Поэтому он хочет, чтобы другой человек сделает это дело. Например, один вождь твой, он не может пойти завоевать там, в соседнее плене. Ему нужны еще граждане. То есть он хочет завоевать. Опять же, потому что не хотят эти его сопременники. Тогда он тут говорит, пацаны, вы же типа наши, а это чужие. Чужие хотят у наших баб увезти. Вы что, смотрите-то? Вы что, всю жизнь будете дрочить или все будем наши бабки поиспользовать? А почему здесь беспомощность? Потому что он один, твой этот ложь. Он не может пойти заплатить соседнее царство, как он хочет. А защитить свое царство тоже он один не может? Это тоже как будто бы только его дело, защищать, а не граждан. И сплотить граждан? Давай я закончу, потом ты продолжишь. Мы договорились с тобой. Мы договорились с тобой, что я говорю, потом вопросы. Давайте договоримся, что сначала я что-то хотя бы расскажу, а потом все вопросы. Договорились конкретно с тобой, например. Ну вот, он регулярно находится в состоянии беспомощности. А тот, кто взял ответственность на себя за то, что он делает, он тоже находится в состоянии беспомощности. Соответственно, почему? С него бы беспомощно. Ну, получается, да. Вот, например, с другом. Используем пока негативный пример с другом, которого ты просишь миллион. Тебе же нужен миллион для того, чтобы развиться, стать богатым. Потом ты сможешь помочь другу. Это вроде не отрицательный пример. Например. Ты не можешь сказать себе другу. Ну, твой друг, ты его знаешь с детства, боишься отказа с одной стороны. Правильно? С другой стороны, как бы... Солиться с ним неохота с другой стороны, да. С другой стороны, может быть, он тебе поможет в следующий раз. Правильно? А с другой стороны, не веровать неохота. Потому что, ну, все деньги отдал, и чего там? Конфликт, понимаешь, да? То есть, состояние недовлетворенности и конфликта, он как бы и есть. И вообще, что такое, когда ты используешь другого человека в какой-то роли, да? Это прямой контакт или нет? То есть, когда ты отводишь человека какую-то роль хорошего друга, а хороший друг он дает всегда миллион. Ну, помогает своему другу, соответственно, на такой проект он должен открыть. Просто очень хороший пример в миллионах. Ну, я что-то не знаю, для каких друзей там пока тоже. Вот. Не, ну, у тебя пример нелепый, поэтому чего обсуждать? Прекрасный пример. Мы сейчас дойдем до конкретных. Если у кого-то есть конкретный пример, мы будем рассказать конкретный пример. Мы его проработаем. И потом вы в парах проработаете. Один будет манипулировать другим, а потом в обратную сторону. Такой план устраивает? Если устраивает, то, значит, мы попробуем. Так вот, если это самое, если, еще раз, да? Если человек сведен в какую-то роль, это прямой контакт. Есть там вообще контакты или нет? Такое заключение сейчас? Ну, между людьми. Нет, конечно. Так-то нет. Поэтому манипуляция, как бы, в любом случае, даже если она положительное значение имеет, как бы, она уже не очень хорошо, только потому, что, как бы, вот мы общаемся, но мы на самом деле не общаемся. Ну, потому что у нас нет контакта. Что это за контактом называется? Ну, куда-то я говорю, Вова, дай мне миллион. Ты мне говоришь, не могу дать миллион. У меня жена, дети не кормленные. Это главное. У меня есть, конечно, когда я тебе прямо говорю, ты мне прямо отвечаешь. А когда я тебе говорю, Вова, ты же мой друг. Чего ты жадишь? Ты же мой друг. Как ты оставишь меня без миллиона? Беди. Ну, я тоже могу сказать, что нет. Так же ответить. Прекрасно. Ну, почему ты здесь делал контакт-то? Не противоречит ли понятию другу? Как будто это странно. Получается, что как-то ощущение. Один человек пытается другим манипулировать, он уже его воспринимает уже не как друга. Когда происходит манипуляция, мы отводим этому человеку только роль, определенную роль. И действует здоровье только на языке его функции этой роли. Например, мне же не интересует, что у Вова, я прошу миллион, я знаю, что у него есть жена, что у него дети не кормленные. И вообще у него 500 тысяч, которые еще 500 им надо занять. Но мне нужен миллион. Лучше кормленные. Ну, кормленные, хорошо. И кормленные, но у него 500 тысяч же надо. И, короче, свои планы. Но мне нужен миллион. Я говорю, Вова даже. А когда ты просишь Вову, допустим, поехать куда-нибудь в больницу, помочь нуждающимся людям. И это тоже манипуляция? А почему есть манипуляция? Ну, потому что есть манипуляция. Если ты как бы ради своей собственной корысти, ради миллиона, здесь как бы негатив есть. А если позитив. То есть ты это угольешь, что Володя, давай вот ты съездишь, поможешь. В больнице есть люди, они не помогут. Ты хороший человек в этом. Ты сейчас съездишь, ей поможешь. Потому что манипуляция тоже манипуляция. Роль хорошего человека, да. Сначала человеку отводится определённая роль, а потом гени 목 True. Когда начинWasR Professor. Поэтому это как бы не контакт. Если ты опоследуешьbrae свое отношение к человеку. Поэтому не контакт. То есть, если ты просишь человек Lisbon сделать хорошее дело, то сразу манипулиция. Ну причем нехорошее дело. Как отличить манипуляции к нему. Если ты опосредуешь свое отношение к нему, навязывание некоторого идеала, то тогда это манипуляция. Если роль какую-то отведешь, это прямая просьба. А мы по-другому не общаемся мы с другими людьми, когда что-то просим. Кроме как отводим роль в этой просьбе. У каждой просьбы есть определенная функция. Это функция, да? Мы сейчас будем... Любая просьба... Любая просьба содержит... Прямая просьба, я имею ввиду, содержит все равно завуалированное. Попросили что-нибудь прямо у меня. У Волы. Дай, пожалуйста, сотовый телефон позвонить. Это манипуляция? Нет, не манипуляция. Почему? Почему? Ты хороший человек. Добрый, порядочный. Да, да. Просто я это не озвучиваю. Дай мне, пожалуйста, мне надо срочно по межгороду позвонить своего сотового человека. Почему я должна говорить, что ты хороший человек? Это само собой подразумевает. Я просто это не озвучила. Это как в общественный договор. Ты любимая два тема про общественный договор. Нет, смотри, какая разница. Когда ты просишь поговорить просто по чужому сотовому телефону, ты просто порчишь мне сотовый телефон. Дай, пожалуйста, мне телефон. Подразумевается, что если он мне скажет, что не дам, я скажу, что ты вообще обалдел, что ли? Ты что такое? Это мой друг и так далее. Да, вот это есть. Но если ты мне скажешь, ты не мог бы дать мне сотовый телефон. Я, допустим, поговорю по межгороду. Я звоню в Америку, потому что моя бабушка подавилась раком. Я хочу объяснить, как этого рака вынуть из горла. Но я потом, когда тебе придет счет, верну тебе эти деньги. Это не манипуляция. Ты несешь ответственность. Тебе нужно. Ты должна заплатить за этот разговор, но у тебя нет, допустим, телефона. Ты просишь меня, говоришь мне, что да, я знаю, что это будет звонок, что это будет дороже, дай мне этот телефон. Но я тебе верну все деньги. Это просто просьба, потому что у меня нет телефона. Тогда у меня есть выбор. А если я этого не говорю, и ты даже не знаешь, подразумевая... Вот просто действительно, Валя, бывают такие ситуации, когда ты просишь сотовый телефон, подразумевая этим, пожалуйста, что ты, мол, хороший человек, и мне не отвечаешь. Но подразумеваешь только ты, он там это не знает. Действительно, не все наши желания вербализованы. Но другого человека, мы этот эксперимент понимаем, можно действительно попросить сотовый телефон, попрося сотовый телефон, не наделяя его каким-то качеством, идеального друга, скажем. Все же я расскажу, попытаемся, да, не будем каждый этот самый вдаваться в объект. Для того, чтобы попробовать уже. Когда пробуешь, это становится все намного проще и понятнее, когда ты сам манипулируешь и сам пробуешь. И тогда будет понятно отличие просьбы, но вообще ответственность твоя. Вот пример с бабушкой, например, да, которая в Америке подарилась раком. Ты хочешь ей помочь, ты хочешь хорошо. Ты хочешь ей помочь, но получается, что ты берешь у меня телефон, и я плачу за то, что ты помогла бабушке. Понимаешь, я не хочу платить за твою помощь. Это манипуляция. Потому что ты мне хочешь платить, просто я должна озвучить, что я компенсирую. Конечно. Тогда это твоя помощь, и я тебе, ну как бы, да, вот, пожалуйста, бери мой телефон. Ты видишь, ну при чем это? То есть доброе дело совершить нельзя, надо за все заплатить. Она может попросить меня. Моя бабушка подарилась пончиком, Леша. Можно я позвоню по твоему телефону? Но! Разговор будет стоить там, такую-то сумму. Но я не смогу тебе ее вернуть никогда в жизнь. Потому что у меня нет ни рук, ни ног. Тебе еще более того придется держать телефон у моего уха. И у меня есть выбор. Я ей скажу, извини, нет ручек, нет звонка. Я могу сказать. А могу с другой стороны сказать, да, пожалуйста, вот звони, я это самое. Я понимаю и принимаю. Понимаешь? Нет, у тебя просто грехи манипуляции. В самом случае манипуляции, преподавация ответственная на тебя. То есть ты решаешь, начинаешь решать, да или нет? Нет. Это не манипуляция уже. Ты мне говоришь, что да, я хочу помочь. Моя ответственность такая-то. Моя ответственность перед тобой такая-то. Ты выбираешь, что хочешь. Я выбираю, и дальше я выбираю. Хороший я, плохой я, такой я, сякой я. Но я выбираю, какие мои действия будут. Манипулятор не предполагает выбора другому человеку. Он обращается сразу к роли. Вот в чем суть. Ты хороший человек, значит ты мне поможешь. Вот и все. Но у тебя же есть у самого свобода выбора. Ты можешь сказать, нет, я плохой человек. Мы для этого и собрались. Все вы хотите узнать, как манипулировать и как защититься от манипуляции. Где манипуляция, а где не манипуляция. Правильно? Мы сейчас и отсюда. Конечно, вся просьба манипуляции. Это понятное дело. Но как отличить манипуляции, да? Вот так ее и можно отличить. Когда человек используется сразу в роли. То есть, ты уже не имеешь права, нет у тебя возможности отказать. Альтернатива. Альтернатива нет, да. Ты хороший муж. Значит, ты мне сейчас там купишь машину. Потому что я не могу. А как я буду ездить в магазин? Нет, ну Вова, ну посмотри сам. Как я буду ездить в магазин? Ты же абсурд. Да, в этом трамвае таскать эти пакеты? Когда ты ешь, в своими днями никуда не ходишь, только сидишь на диване. Ну Вова, понимаешь, да? То есть, ты уже понимаешь, что, блин, да, есть приправа. А как она будет ходить? В магазин без пакета. Да, как же. Я же обеспечиваю семью, там, ДТТ. Понимаешь? То есть, у тебя уже нет выбора. Ты должен быть. И ты уже думаешь, что, как купить эту машину? И какая эта машина будет, понимаешь? Хотя, ну, не знаю, есть ли возможность купить или нет? А если у нее возможность поехать? Смотри, жена ходит в магазин, все делает, убирается и так далее. Ничего не говорит. Только смотрит так иногда, но мужа. Молчаливый такой манипулятор. Ну, может, ночью поснулся. Ну, подождите. У вас просто получается, что манипулятор обязательно должен что-то говорить. Монополе не делает. Он просто делает, как более. Да, совершенно верно. Есть вербальное, есть вербальное и есть невербальное. Все правильно. Вот ты уже начинаешь врубаться. Ну, я просто начинаю врубаться в то, что у тебя все манипуляция. Любой жест, любые действия. Я сейчас стал, я начал манипулировать тобой. sí, Burlar 여�ог자! Понимаешь? Сейчас, например, что делаешь? Объясни мне. Мы с тобой договорились. Сейчас хочешь понять, где манипуляция. Сейчас хочешь понять, где мои границы. Потому что мы с тобой договорились, что я расскажу. Ты задашь вопросы, мы их обсудим И однако ты опять меня перебиваешь И не даешь мне говорить Мы с тобой договорились Подожди, мы договорились Ты принимаешь свои условия Или не принимаешь? Ты принимаешь свои условия Или не принимаешь? Ты принял мою условию Вот это, кстати, манипуляция Реально Я просто выскажу почему Бесполезно, что-то будет говорить, потому что все уже прошли. Ты мне договорился, что я сейчас что-то скажу, что мы что-то обсудим, потом все попробуем. Это был наш план. Бывают два вида манипуляций. Бывают манипуляторы сильные, а слабые. Что значит слабый манипулятор? Не слишком. Я просто скажу, чтобы попробовать сразу три этих быстрых дел, пациент сразу всегда в зубки. Самый манипулятор, который говорит, что не могу встать. Что-то мне тяжело сегодня. Что-то болит не могу. Даже чай налить себе. Как бы хотелось чая. И не встать никак. Вон чай-то хочется. А ты тут ходишь все время. Даже прохода не даешь. Что-то покупал, утолщил этот пакет тяжелый. А ты, блин, чайку бы мне. То есть нет прямой просьбы, да? Вроде бы как тащила. Но это на самом деле и сильная манипуляция тоже может быть. Потому что сильная манипуляция отличается на слабый тем, кто типа, я сделал для тебя, да? Не надо, типа, делать для руки. Я сейчас за тебя сделаю. Но ты будешь вот так-то и так поступать. Я сделаю с тебя в уроке. То есть я прихвачу твою ответственность, да? Ты сам это можешь сделать. Но я это сделал для тебя. И теперь уже с позиции того, что ты не должен, я как бы, ну что-то могу тебя просить. И ты мне не можешь сказать, потому что ты в роли должника. То есть человеку, которому что-то сделал и тебе это ответил. Но ты сам бы мог это сделать. Например, те же самые уроки. То есть ты либо ставишь человека в положение в некую роль, либо он сам себя ставит в роль. То есть слабый это тот, который требует от другого, чтобы он сам себя поставил в роль. А сильный это он, который ставит в роль. Вроде того, да. Можно, например, так сказать. Потому что ты никакой просьбы прямой не говоришь, да? Но ставишь человек в такие условия, что он как бы должен что-то делать. И вроде бы неохота этот чай нести. Потому что ты сам попросить не можешь прямо. Опять вот о том, что мы говорили, что нет контакта, да? Ну проси прямо, скажи мне там. Блин, ну правда, так хочется чая, не мог бы ты мне сделать? Ну нет, будет зудеть. Вот там, знаешь, мамы такие бывают. Будет зудеть, ходить, напоминать, там что-то такое, там по духу все время, пока ты вот такой распаленный, там на тебе, твой чай, залезь. Вот, как бы ты сделал, но как бы и удовлетворения тоже нет. Потому что состояние вот этой беспомощности и конфликта, там что, ну что-то сама не можешь, или сказать не можешь, или там что-то это самое. А где здесь ответственность? Ответственность в том, что ты опять вот сейчас нарушаешь. Это манипуляция тоже. Ответственность в том, что мама сама может пойти. Если она сама не может пойти, то она может тебя попросить прямо. А она может быть боится тебя просить прямо почему-то там, по какой-то причине. Понимаешь? Но просит. Или еще, например, да, очень даже радует. Такое очень много примеров я слышал, когда, например, там теща, да, зятя, Хоть о чем-то попросить, а говорим дочери. Говорим дочери, там, зуги, там, т, 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 т. Чтобы дочь пошла и сказала зяте. Потому что сама она не хочет говорить зяте. Ну, тут тот может обидеться, там, или что им сказать потом, или еще что-то такое. Такое, если человек боится сказать. Да, вот. Поэтому... Это же не ответственность. Вот, например, подчиненный боится подначальнику что-то сказать. Человек на ответственности не боится что-то. Просто боится, потому что боится, там, где он начинает. И прибегает к манипуляции, чтобы остаться в стороне. То есть спихивать. Нет, ничего не спихивает. Ну, просто, как бы, ищет возможности донести до начальника. Ну, не напрямую, а как-то посленно там. То есть, он припочит повышение зарплаты. Боится гнила начальника. И, как бы, ищет пути. Да, пускай он ищет пути. Это тоже манипуляция. Но если он говорит другому человеку, чтобы тот пошел и спросил у начальника. То есть, сам не хочет подставляться и подставлять другого свои просьбы. То это уже манипуляция. Понимаешь? То есть, манипуляция только там, где ты спихиваешь свою ответственность, вместо того, чтобы самому пойти что-то сделать, на другого человека. Когда ты чувствуешь страх, да? Что-нибудь сделаешь. И ты не делаешь это. Чувствуешь какую-то другую беспомощность. Типа там, да, я не умею, например, но не хочу просить прямо, чтобы меня не считали неумеркой, да? Ну, вообще-то страх и беспомощность – это разные вещи. Ну, ладно, не будем сейчас обсуждать. Ни страх, ни беспомощность. Мы можем этому посвятить отдельно. У вас у всех была просьба, чтобы посмотреть, что такое манипуляция и поработать. Что толкает манипулятора на манипуляцию? Нежелание делать. Нежелание самому что-то делать. А почему? Может не умеет, может боится, может не хочет. А что под этим? Нежелание ответственности. Манипуляцию толкает только на желание ответственности. Ну да, без ответственности. А под этим, наверное, можно сказать, что есть чувство, что этого человека не любят. Ну, а как я могу попросить? Ну, есть же возможность попросить. Но он прибегает к манипуляции. То есть, хабаров походному пути. А у вас все пути кремы, что ли, у себя? Так это, других пути нет? Все пути единичные? Почему он прибегает походному пути человек? Ну, потому что он просто политик, он понимает, что может обидеть. И много таких вещей обидеть. Он боится. Он, не знаю, там еще какие-то вещи. Мы можем разобрать каждый из путей, но… Жизнь-то многограней, чем это требует. То есть, я буду всегда… Жизнь многограней любой теории подходит. Вы подлец. Конечно, я, конечно, смелый, конечно, но это же некрасиво. Но под этим, как бы, под тем, что манипуляторы используют обходной путь обычно, это желание… То есть, он про себя думает, что его не любят. Что его просьба будет игнорирована. Ну, потому что, ну, кто он такой, чтобы просить прямо? То есть, начальник на него, твой начальник, да, который злой, который подчиненного дарит. Подчиненный не может спросить… Да неважно, какой. Подчиненный не может спросить напрямую. Почему? Да кто я такой? Начальник даже, начальник. Большой человек. А он это кто? Почему я не могу спросить? Подчиненный просто девушка, понимаешь? Девушке сложно. Да неважно, кто он. Девушка, девушка, так же, как и мужчина, может спросить, а про разные причины. Влад, давай, пожалуйста, я продолжу. Хорошо? Спасибо. Короче, кто я такой? То есть, я, как бы, недостаточно хорош для того, чтобы, ну, мои просьбы исполнили. То есть, вот, на самом деле, причина, да? Любовь к себе. Да, не любовь к себе, а совершенно верно. Он боится, что его просто не любят. И поэтому… Ну, ты же разрешил этот вопрос. Любой человек, который идет обходным путем – манипулятор? Любой человек, который испихивает ответственность себя – манипулятор. Ну, а как узнать, испихивательную ответственность нет? Он просто идет обходным путем. Он пока ничего не испихивает. Ну, сейчас, мы будем это все выяснять и пробовать. У тебя будет шанс. Не просто поговорить об этом, но попробовать. Реально. И ты поймешь, что, может быть, что-то для себя и делать, что-то будет. Либо разоблачишь всю эту теорию и скажешь, что все это не работает, все подлецы, либо сможешь пользоваться как бы плодами. Вот и все. У нас же что? Мы просто попробуем сейчас, попробуем работать с манипуляцией. Если это получится – это прекрасно. Если не получится, то это гипотеза как бы не стоит воединиться, правильно? То есть, тогда обсуждать, собственно, нечего. Вот. И поэтому манипулятор стремится либо заменить любовь нужностью. Ну, как же я нужен человек? Я, кстати, уроки сделаю. Будет добр теперь. Вы поняли мою просьбу? Ну, прихватил ответственность, да? Стал нужным и из-за этой нужности как бы требуешь к себе какого-то отношения, да? Не напрямую, а через нужность во вход. Либо мы просто удерживаем внимание. И по этой причине, например, если уже как бы попало в манипуляцию, то стоит ли на поле манипулятора что-то выяснять, сражаться и так далее? Стой-то или не стоит? Получается, что не стоит. Почему? Потому что манипулятору выгодно держать, получать какую-то обратную связь. То есть, любая обратная связь – позитивная, негативная, крики, какие-то эмоции – это обращение на него внимание. Он считает, что кто это такой, что на него вообще обращает внимание. Это попросить даже не может. Беспомощность, что такое? Ну, кстати, давайте еще такой момент. Что такое беспомощность? Ну, просто из самого слова было. Вот ты просто, да, это хорошо должно получиться. Не может себе помочь. Да, не может помочь. Не может попросить помощи, правильно? Беспомощность, без помощи. Нет, подожди-ка, он не может попросить. Как раз обходные пути подразумевает, что он ищет обходные пути. Помочь себе этого напрямую не может, но может другим способом. Просто попросить. Просто попросить. Булат, помоги мне. Еще раз объясняю, что не все прямые пути являются наиболее простыми и, может быть, наиболее оптимальными. Всегда может быть опасных. Средина невозможность помочь себе. А не в том смысле, что он не может попросить. Без помощи человек может попросить. Они все время против. Да. Очень часто. Не манипулирую, а просто помоги мне и все. Ну, если ты просишь помощи, ты уже не беспомощный. Почему? Ты понимаешь, что я в этом смысле не хорош. Хорошо. Я, например, могу попросить помощи у какого-нибудь обувных дел мастера. Спокойно. Вообще, без всяких напряжений. Помоги мне. Оторвалось мне это самое. Хочу, чтобы она красиво была пришита, чтобы не болтался. Или, чтобы не так грубо, как я. Могу, конечно, приклепать. Но это будет грубо. Я хочу, чтобы нормально смотрелся. Не стыдно попросить помощи абсолютно. Потому что это не моя компетенция. Но если это твоя компетенция на твоей работе, опять же, да? И ты придешь и говоришь, ну, типа, за твою работу хотят получить еще куча человек. Тут у тебя в отделе работают еще куча сотрудников, которые тоже это все могут делать. Тебе попал этот самый. И вдруг ты понимаешь, что ты почему-то в этом месте некомпетентен оказался. Ну, это специальный пример, да? Который более наворочен. И как бы уже тут просить помощи, да? Как чревато. То есть ты уже как подумаешь, да? И начнешь искать обходное. Это не характеристика человека, это характеристика ситуации. Любой человек, любой силы, любой воли может оказаться в беспомощной ситуации. Он может сбить машину, он может попасть в ловушку и так далее. Он будет трижды богаты. Безусловно. Понимаешь? Потому что поэтому беспомощь все-таки не характеристика человека, а характеристика ситуации. Безусловно. Безусловно. Что каждый человек не Бог. И выполнить все, и сделать все, и все функции исполнить он не может. Правильно? Безусловно. И в каких-то вещах ему нужна будет помощь. То есть он попал в ловушку, капкан упал, ему нужна будет помощь. Но будет ли он беспомощным, мы же говорим о взаимодействии людей. Подожди. Мы говорим о взаимодействии людей, а не о самом человеке, который что-то может сделать или не может. Он не может выбраться, а он может там «Помогите!». То есть что он делает в данный момент? Он делает все для того, чтобы выбраться из этой ямы. Он подает звуковые сигналы. А где это чит? Может зажечь на костер дым, чтобы дым пошел, чтобы его увидели. То есть это не беспомощное. А где ты видел людей, которые не пытаются себя спасать? Пока ты сделаешь что-то, пока ты делаешь что-то, ты не беспомощный. То есть у тебя беспомощный вообще свелся к человеку, который упал, лежит и ждет снятия. Который лежит и ждет, чтобы кто-то ему помог встать. Нет, таких просто людей нет. У тебя получается, что манипулируют из беспомощности, они не делали,uses такие беспомощные люди, которые вообще не хотят их делать. Прочно упали и лежали. То есть беспомощность опять же безответственности. Да, беспомощность по сути, безответственность. Потому что, например – я вырос, тем что мне всегда давали деньги. Мне всегда были деньги. И я вырос. Надо идти на работу, но деньги. Мне всегда были, они у меня всегда есть, я могу просить дальше у родителей. Я буду просить у родителей, но родителям уже не охватно мне давать. Я здоровый, я на эти деньги бухаю, хожу по девчонкам, езжу, что-то делаю, но мне эти деньги нужны. Но это безответственность. Но не беспомощность. Безответственность, да, но беспомощность в том смысле, что пока ты не зарабатываешь деньги, ты как бы в этом отношении беспомощность. То есть ты ничего не делаешь для того, чтобы их заработать, чтобы их как-то получать. Да, безответственность, безалаберность, вот бы наркоман ездить, шернусь, а завтра будем думать завтра. Мало ли безответственных людей. Люди прыгают с парашюта, ездят на огромной скоростях, 30 км в час, разгоняются, допустим. Он просто безответственный, но он не беспомощный человек. Просто здесь нет знака равенства. Много безответственных людей совершенно не беспомощные. Хорошо, тогда пример беспомощности. Что это такое? Не по моим понятиям. По моим понятиям, я уже сказал. Беспомощность, характеристика ситуации, а не человека. Человеку не бывает беспомощнее, а бывает беспомощная ситуация. Вы понимаете, �anyм, как ему говорят. Каждый человек, у него есть инстинкт самосохранения, он все равно будет помогать себе, пытаться даже заводаться с unexpected зубами по-разному. Но в этом отношении, по твоему определению, любой человек не беспомощный. Беспомощный человек становится в какой-то ситуации. Попав в ловушку, и он понимает, что что бы он ни сделал, он же помочь себе не может. просто ловушка все помнишь мы говорим может помочь только другую спасибо у нас здесь был как-то сина и разговаривали а дальше люди которые которые могут могут зарабатывать но вы что-то делать они не хотят они не хотят не работать ничего не делать просто хотят как это не очень корректный пример да хорошо там какой-нибудь пример с этой мамой которая там бросила кружку чая сейчас мы попробуем вспомнить у каждого такие примеры манипуляции чтобы набор на конкретном примере будут более конкретно обсуждать потому что беспомощность используется здесь тогда и делаем так вот это такое определение беспомощности беспомощность человек беспомощный человек тот который сам для себя не может не может не хочет приложить не то что не ходит не прикладывает каких-то усилий того чтобы быть из данной ситуации чтобы вывести землю это одна история но чтобы начать саму заработать это другая ситуация может пример броней но примерно своя мама хочет чтобы сын как бы начал делать уроки да сын хочет идти на улице у матери есть два две ситуации она может взять ремень как бы и заставить его до силы то есть она не беспомощна в этом смысле она понимает на самом деле что сила это это не решение вопроса да и она пытается решить вопросы допустим разговором но разговоре вот как обнаружит как ты говоришь да вот в твоем понимании беспомощность потому что ну сын просто говорит что я не буду делать руки и все на пойду гулять то есть на самом деле у нее что надо делать применить это силу и заставить она это может она не беспомощна по другой стороны она приходит как обходному маневру допустим говорит давай так ты уроки сделаешь эти деньги заплачу то 100 рублей и сын думает ну что сейчас быстро уроки сделаешь рублей получит а большие деньги и пойдет на улицу гулять вот это вот манипуляция чистой воды но никакой беспомощности и нет никакой ответственности безответственности здесь нет мама может взять я уже сказал про по определению задачи вам может взять его как бы и насилием заставить она может она же понимает что взяв руки ремень делает делает что-то что потом будет ежи хуже прямой путь что ты можешь себя заколоть и решить все проблемы дети все равно наказывают и сироп детстве и когда ребенок особенно не понимает вы все равно наказывает делать признак манипуляции мы сейчас говорили один из признаков манипуляции это чувство как бы конфликта которая есть у тебя то есть у тебя после такое взаимодействие остается неудовлетворенность конфликта удовлетворенность собой тяжелый осадок потому что с тобой не было никакого контакта то есть не то что там там было хорошо ты сделай сейчас уроки ты получишь сейчас 100 рублей ты согласен ну как бы ты зарабатываешь как бы подумать что мама была права она мной манипулировал но я стал как грамотно где признаки манипуляции данном так сказать данные консакции в твоем понимании в своем моем понимании что мать на самом деле хочет чтобы другой человек пришел к какой-то цели и и она на самый деле яtan путем манипуляции язык и где то есть не за полapa манипуляция suprembo потому что она заставляет другого человека прийти к DAVID г livres côngер π И она хочет, чтобы другой человек пришел к этой цели, к ее цели Что такое манипуляция? Если я хочу, чтобы другой человек совершил то, что я хочу А не то, что он хочет Понимаешь? Вот это манипуляция А если другой человек совершает то, что он хочет И даже если и моя воля, и его воля совпадают Это не манипуляция Если я говорю человеку, давай с тобой что-то сделаем И в этом проявляется и его воля, и моя воля Вроде как бы я ему предлагаю что-то сделать Поскольку его воля совпадает с моей, это не манипуляция Но если моя воля не совпадает с волей другого Но я хочу привести этого другого К тому, чтобы он совершил то, что я хочу Чтобы это сделать, я должен использовать какие-то способы Например, повсулить ему деньги Это манипуляция Ты называешь, что манипуляция? Манипуляция я называю, когда я совершаю некое действие В котором выражается то, что другой человек совершает то, что я хочу Потому что это эгоизм, понимаешь? Подожди, хорошо, эгоизм и эгоизм все равно Вот это мама твоя, будем разбирать твой пример Да Правильно, да? Какая цель у мамы? У мамы цель, чтобы уроки были сделаны И чтобы ребенок не выразил бестолковым Хорошо Какая цель у ребенка? У ребенка думает, что самое главное это веселиться Что уроки это как бы обуза И зачем их делать вообще? Мама идет путем тем, что она хочет, чтобы ребенок уроки делал Что делает ребенок? А ребенок как бы? А ребенок как бы в кавычках торгуется Он может быть этого не понимает, но он торгуется Понимаешь? В каком-то отношении То есть он не торгуется, он не понимает Он этого не понимает Но это на самом деле та самая торговля, которая потом в обществе у нас повсеместно присутствует Хорошо Ребенок не понимает своей потребности Это раз Потребность должна быть, ну слушай Потребность должна быть проявлена В данном случае мама не проявляет потребности. В данном случае мама предлагает ему деньги. И ребенок что делает? Зарабатывает деньги. Он не делает уроки. Он делает уроки для того, чтобы заработать деньги. Мама в данном случае проявляет неправильный педагогический прием. Она не проявляет потребность ребенка в учебе. А идет простым путем. Она ему платит за то, что ребенок делает. У нее еще проще путись. Дело не бить, как бы и заставил. Она проявляет педагогичность, как ты говоришь, она понимает, что… Это не педагогичность. Она не проявляет потребность ребенка. Размечать акцент с учебной, зарабатывать. Я вам могу сказать, что почти ни у какого ребенка нет потребности учиться. И что, на самом деле, эта потребность в нас воспитывается. У нас ее нет изначально. И зажатый, незажатый ребенок, каждый незажатый ребенок хочет учиться. Не бегайте по двору, не играйте с ребятами, футбол гоняйте, не познавайте миром, свободу полёте. А сидите и кольпеть на какими-то вещами, которые придумали взрослые. Ты сейчас смешиваешь несколько вещей, поэтому всё выглядит так, как ты хочешь. И это манипуляция. Использование кого-то в роли функции, при этом нет прямого контакта. Человек используется в роли объекта, потому что нет прямого контакта. Это объектное отношение, то есть делать из него объект, то есть друг идеальный. И этот друг должен что-то делать. И у этого друга идеальный, то есть у человека, с которым признан манипуляция, остаётся осадочек. Площадь нашлись, а осадочек-то остался. И манипуляция разрушает контакт. Ну, нарушает его просто. Вот признаки манипуляции, да, самое главное. Что тебя используют, ты чувствуешь. Каждый человек чувствует, когда его манипулирует, правильно? Нет. Это же правильно. Не чувствует. Потому что как раз правильная манипуляция такая, когда человек не чувствует, что я манипулирую. Когда человек чувствует, что я манипулирую, то тот, кто манипулирует, просто идёт прямым путем. Значит, нам сейчас вполне почти достаточно, я думаю. Нам почти достаточно того, что мы сейчас обсудили. Насколько широко распространено у него манипуляции? Или это частные случаи какие-то? Или просто наша жизнь проникает? Мы продолжим. Пусть ты и мешаешь, но мы продолжим. Значит, вот, кстати, это и самое. По прямой просьбе. По прямой просьбе, да? То есть, если ты, например, на прямой просьбе, если прямо просить, например, тот же миллион, типа, дай мне миллион. И ты можешь на прямую просьбу сказать «нет». И ты как бы ненавидишь в том состоянии. Ты даже объяснять ничего не можешь. Ну, не объяснять не должен ничего, да. Есть прямая просьба, есть пацаны. Но когда ты уже друг идеальный, да, то как бы, блин, ну как же так, вроде бы друг. Ты должен отвечать в рамках того, как... То есть, ты уже сам языком друга говоришь. То есть, ты друг понимаешь, что ты не друг, да? Вот суть манипуляции и прямой просьба, разница. Тоже такой нюанс, да? Вот откуда этот дискомфорт получается. То есть, ты как бы уже не друг. То есть, тебе уже сразу предлагается или так, или так. То есть, у меня есть выбор или идти, или идти. То есть, или ты хороший, когда ты даешь что-то, тогда ты даешь миллион, либо ты плохой. То есть, ты сразу ставишь перед выбором. Либо ты даешь миллион, либо ты плохой. Либо ты подашь мне эту чашку чая, да? Либо ты плохой сын. А чего же все манипуляторы такие неумные? Интересно, что это... Какой-то умный манипулятор. Так, чтобы не просить миллион, тупую. Улад. Интересно, что это самое, что вот здесь получается связь такая... Чашка — это нечто материальное, а хороший и плохой — это нечто нематериальное. То есть, вот такая интересная связь, когда тебя определяют чашку, через предметы определяют твою психологию, твою сущность. То есть, человек заявляет о своих потребностях на самом деле. То есть, если ты не выполняешь его потребности, не исполняешь их, то ты получаешь все плохой. Но у тебя есть свои потребности. И вот, чтобы пресечь манипуляцию, да? То есть, первое, да, получается, что нужно сделать? Это поставить свои потребности на первое место. Сразу. То есть... Ну, дискомфорт-то все равно остается. А можно еще одно? Да, но... Подожди, давай сейчас вот этим моментом закончим, да? Чтобы понятно было, да? То есть, если... Я, может, немножко переформулирую это. Грубо говоря, если ты с тобой начинаешь говорить о предметах, и ставят в зависимости от предуманного другое... Давай, есть миллион. Подожди. Миллион это некая материальная вещь. Подожди. Стой. Проси мне миллион. Вот так вот. Проси миллион. Подразумевает, что я не твой друг. Вот, давай, поставь мне роль своего друга и проси мне миллион. Да, Алексей, ты... Классный. Мы с тобой столько лет уже было. Ты мне сюда помогал. Будь вот немножко, еще немножко. Помоги мне, дай мне миллион. Вова, зачем тебе миллион? Для того, чтобы поднять бизнес, я заработаю кучу денег и верну тебе два миллиона. Прекрасно. Вова, но на данный момент я не могу дать тебе миллион. Потому что у меня, во-первых, его нет, а во-вторых, у меня семья. Откуда я тебе возьму этот миллион? Ну, как же? У тебя есть машина, у тебя там есть, это, сам ты можешь кредит взять. Возьми кредит. Вова, но у меня не новая машина, мне нужны мои деньги. Если ты хочешь делать бизнес, то делай бизнес. Так я с удовольствием, мне не дают кредит, а вот тебе могут дать кредит. Возьми и будь другом на себя. Вова, но у меня есть, как бы, мои, как бы, эти самые, да. У меня вот есть семья, у меня там есть какие-то планы, у меня там еще что-то есть. Вова, если я попрошу на лед, то мне на своих планы придется поставить кредит. Ну, твои же планы, мы же потом вместе с тобой твои планы реализуем. Я тебе помогу, потом. Вова, у меня сейчас что делать? Сейчас. У меня есть свои планы. Помоги, ну, подожди немножко, потерпи. И мы сделаем вместе. Вова, у вас есть большие шансы? Другой способ какой-нибудь достать денег для твоего бизнеса? Нет, больше у меня, кроме тебя, друзей у меня больше нет. Вова, а какой тогда у тебя бизнес, что ты сам его не можешь поднять? Почему я должен поднять твой бизнес? Нет, не поднять. Мне не нужно поднимать его, мне нужно, чтобы ты не поднял. Чтобы я тебе дал денег, чтобы ты его поднял, да? Да, у меня есть идея, у меня есть тоже самое. У меня есть тоже свой бизнес, у меня есть своя семья. Мне нужны эти деньги самому. Мне нужна моя кредитная история. Почему ты выбираешь такой бизнес, который ты не можешь поднять, а его должен поднять по факту я, рискуя своей кредитной историей, если это твой бизнес? Понятно. Что здесь, в этом примере, мы пытаемся обнаружить? Просто я тебе пытаюсь сказать, что Вова, если это твой бизнес, то делай свой бизнес сам. Потому что у меня есть свой бизнес. Без миллиона в моем бизнесе мне не обойтись. Я тебе помочь не могу. Это твое дело, ты же хочешь. Вот это, кстати, хороший пример манипуляции. Тебе дадут криптовалют, а мне не дадут. То есть вроде как, да, друг, я же могу взять, правильно тебе дать и все. Но если я возьму кредит, дам, а мне что делать? И вот здесь нужно как бы выделить свою потребность на первое место. Понять, какую ответственность тебя хочешь переложить? Ну, никакой ответственность. Ответственность в добывании денег, по сути. Ну, это невозможно. То есть у меня нет денег, но если бы не были, я бы сделал. О, у меня есть друг, который их не может дать. А вы считаете, такая ситуация реальна, что ли? Пришел человек и другого просит миллион. И что, и говорит у него кредит возле меня? Я что-то как-то не вижу здесь реальности. Да ладно, сколько угодно таки. Но я в другой мире живу сейчас. Хотя на самом деле манипуляции сплошной рядом вижу. Я-то хотел сказать немножко о другом. Я хотел сказать, что... То есть разговариваем-то мы некое место о материальных вещах, а подразумеваем в некие нематериальные вещи. То есть друг – это нематериальные вещи. То есть мы ставим человека в некое... Ну, грубо говоря, загоняем его в некий стереотип, но это нематериальный стереотип. А разговор идет о материальном мире. Ну и что? Я имею в виду здесь вот взаимосвязь. И вот сопротивление, то есть противодействие, манипулирование – это, грубо говоря, переход на тот язык, который... Ну, не на тот язык, а на тот уровень того же материального. То есть ты мне противодействуешь не тем, что ты говоришь, что ты друг или не друг, а ты мне противодействуешь тем, что ты говоришь о деньгах и об этом. Потому что если мы начнем разговаривать про друга... Не друг, хороший, не хороший. Да. Мы не уйдем от твоей просьбы. Мы будем просто мусорить другую тему. Понимаешь? Я вступлю на твое поле, и здесь меня точно победишь. Да. Почему? Потому что в твоей стороне права. Хороший друг. Всегда должен. Да, да, да. Друзья. Внутри свои потребности. И вот ты стоишь, манипуляция – что такое? Когда стоишь перед выбором. Либо свои потребности, либо твои потребности. Если я буду, если я удовлетворю свои... Ну, как бы, свои, но не удовлетворю... Я плохой. А если я удовлетворю твои, но не удовлетворю свои, то мне. Пипец. Но зато я хороший. Так все равно же получается, вот идет разговор о материальном о деньгах, да? А на… ну, скажем. Да. Да. На самом деле разговор идет о том, что Вова просто не может мне сказать, ну, условный Вова, да. Ты мне можешь ждать или не можешь? потому что он боится отказа, он не хочет отказа, ему нужны деньги, ему не нужен друг, ему не нужен как бы я, ему нужны деньги, он пришел конкретно за деньгами, он не пришел к другу, вот в чем манипуляция, вот почему нет контакта, то есть контакт, да, что Лёха, ну ты мне дашь, мне дашь, я говорю, лошадь, блин, слушай, ну 200 могу дать, но больше никак, а ему не надо 200, ему надо миллион, поэтому он мне говорит, ты же мой друг, То есть ты на самом деле сводишь социальные манипуляции уже к мошенничеству, это вот уже мошенничество, понимаешь, которое уже юридически даже преследуется, то есть у тебя даже как бы еще более определение, как бы мы просто вот сейчас недалеко, мы далеко от определения не ушли, мы все время говорим об определении, только на разных примерах, разными словами, Да нет, вопрос о своем определении, оно не тесно, мы говорим только в определении, что вы перекладку, вот сейчас в этом примере, приложил ответственность за добывание денег, себя на меня, потому что ему не нужно 200 тысяч, которые я могу дать, ему нужно только миллионы. Ну это как бы, ну вы же почти уже мошенничество. Ну с другой стороны, я же сказал, что я могу дать отвечать, я не сказал, давай расписку напишем, там как бы отвечать, там какую-то цабль, что-то такие, в такие моменты они не работают. Ну если я могу дать только 200, ну как о миллионе, может быть, я тебе речь, я могу дать тебе любого, я могу дать тебе 200, напиши мне расписку на 200. Ты можешь сказать, да, Лил, спасибо, меня устраивает, очень круто, я еще сейчас пойду по друзьям. Ненормальный манипулятор всегда будет так действовать, попросит миллиона 200 согласиться, и любой торговец так сделает. Просто у вас какой-то купой манипулятор, понимаешь, он сначала попросит миллиона, потом... Это, да, теперь вот, зная, как бы, всю историю, да, вот более-менее, и рассмотрев, если есть какие-то вопросы, да, вот по манипуляции, да, еще, да, если непонятно, что определение, а определение такое, что манипуляция – это стихивание ответственности на другое, используя в качестве третьей партии. То есть, в качестве какой-то роли. Если вот здесь что-то есть непонятное, вот в том контексте, в котором я рассказывал, да, пожалуйста, вопрос. Если нет, тогда сразу скажу, как, да, как делать, как производится борьба, и мы про это попробуем сначала. Сначала вспомним, разобьемся, вспомнить каждый пример манипуляции в одну сторону, в другую, чтобы они всплыли, например, ну, способ манипуляции, да, и после этого мы попробуем в круге программ пробовать. Мне кажется, определение очень сильно сужено, очень сильно прекрасно было. Просто, как бы, я буду работать с параллельным определением, да, я понимаю, что, ты же говоришь, что какие-то возражения, да, какие-то производители. Например, когда дети там в конце, там, вы же писали. Манипуляция называется, когда человек заставляет других людей выполнять то, что он хочет, чтобы они выполнили. Это, на самом деле, манипуляция может на уровне отдельных людей, манипуляция на уровне общества, когда, допустим, там определенным образом организуются голосования, да, там, и людям просто за людей загонять на определенные рамки, например, голосную проиграешь, да, и это тоже манипуляция. Булат, да, ты совершенно прав, это манипуляция. Если мы будем рассматривать, мы можем рассмотреть, просто говорить в общем, достаточно глупо, потому что, ну, в общем, это в общем. Мы можем набрать, подожди, Булат, вот, если я вернусь к определению, мы можем набрать количество примеров, много, и рассмотреть все примеры. С точки зрения, да, договориться все, что такое ответственность, что такое сперепихивание, что такое роли и так далее. И попробовать рассмотреть каждый случай, каждый случай с точки зрения определения. Ну, пока, для того, чтобы мы успели уложить, вот, мы уже 55 минут это делаем, да, чтобы мы хоть что-то успели попробовать. То есть, нельзя было говорить, потому что я тебе мешал, а теперь-то что тебе мешает, и себя в процессе завершил. Я расскажу дальше сейчас, зачем мы сейчас на то ходить, вот и все. Да, если у нас просто ограниченный лимит времени. Я понимаю, но я быстро выскажу, я вот выскажу первую фразу сказал, а теперь вторая фраза, да, на самом деле. Она состоит в следующем, на самом деле, что манипуляция, как правило, она на самом деле является не такой, что, как бы, человек напрямую что-то просит, это глупость, на самом деле. Манипуляция состоит в том, что человеку дают, на самом деле, варианты выбора, ну, ставят ее в такую схему, что какой бы выбор человек ни выбрал, любой выбор, как бы, оказывается невыгодным, но и оказывается, как бы, проигрышным. То есть, манипуляция — это система выборов, в которой любой выбор проигрыш. В чем, как бы, выход из манипуляции состоит в том, что, как бы, расширяет систему, расширяешь, да, и вдруг оказывается, что кроме этих двух выборов, которые проигрыш, ну, или, там, трех, сколько-то, есть. Есть еще какие-то другие выборы. Вот, например, когда голосуют за президента, предлагают вам две кандидатуры какие-нибудь, а ей надо за какую-нибудь проголосовать. Вам ни одна из них не устраивает. Ну, проголосовать надо вам, допустим. Это вот свое рода манипуляция. Потому что, как бы, если друг расширит список, может быть, вы за кого-нибудь там проголосуете. Да. Ну так вот, можно дальше поговорить? Ты все правильно говоришь, все прекрасно. Только никакое отношение к ответственности это не имеет. И, как бы, есть манипуляция, на самом деле, это не всегда плохо. Манипуляция это иногда и хорошо. Это прекрасно. Нет, это просто очень важно. Мы говорим о манипуляции, которые с точки зрения психологии, ведь с чем работают психологи? Они работают с тем, что вот у тебя есть какое-то напряжение, появилось, ты чувствуешь в жизни неудовлетворение, ты общаешься вроде бы с другом, а у тебя с ним только натяжки. Ты идешь к психологу, и психолог тебе говорит то, что говорили. И психолог говорит, сам не может разобраться в процессе, но он почему-то будет чувствовать. Да вот, хорошо, да. Но он почему-то у тебя очень. Не, ну, я же говорю. Так вот, первое, что нужно сделать, чтобы реанимировать манипуляцию, да? Это, во-первых, понять, что происходит манипуляция, да? Если уже втянулся, типа, ты никогда не спросишь меня, как у меня дела. Как у тебя дела? Если ты втянулся уже в это и понял, что ты. Лёх, а можно еще маленькое замечание? Ты можешь, для того чтобы понять, что такое манипуляция, ты должен сказать, что не является манипуляцией. Можно мне продолжить и закончить, а потом ты продолжишь. По очереди говорим. Как ты уже и закончил, да? Поговорить мы можем по очереди. Спасибо. Так вот, если подключился, да, то уже сказать себе стоп, то есть, как бы не побояться начать сначала. То есть, если уже втянулся, да, то все равно остановиться, то есть, Вова, да, там, уже вроде разовел в теор о миллионе, что, типа, ну, там, так-сяк, потом вдруг понял, что нет, блин, ну, это пипец. Типа, Вова, давай, подожди, остановимся, и сначала я вот не во всем разобрался, да. Потом распознать ответственность, которую хочет передать манипуляцию. То есть, что он хочет реальность? Он согласен? Сопознение девушки или другого человека еще не будет, это манипуляция? Ну, мы сейчас... Один, а каждый другому говорит, слушай, давай пойдем, ты принедешь конкретный пример, и мы все вместе, уже зная, что такое манипуляция. Или ты к девушке покажешь, говорит, девушка, я хочу с вами познакомиться. Влад, ты мешаешь. Она говорит, а что-то я-то занят, а ты начинаешь, как бы, там. Ты перебиваешь, ты мешаешь, ты не даешь мне дать инструмент, с помощью которого мы можем работать. Ты не даешь никому работать, ты сам не работаешь. Не, ну, девушка, как бы, должна отменять манипуляции? Мне очень жаль эту девушку. Я понимаю. Сейчас мы ей поможем все вместе. То есть, ей не надо знакомиться, она так и останется одной на всю жизнь. То есть, она, как бы, тоже не хочет познакомиться, да, потому что это же манипуляция? Влад говорит, да, потому что у тебя точно сам для него. Дальше. И когда понятна ответственность, которая, например, с миллионом, да, вот стало понятно, что он пришел конкретно с деньгами, тогда открытыми вопросами передать ответственность обратно Вове. Ну, вот сейчас, например, попробуем. Да. Открытый вопрос. Штука открытый вопрос, на который нельзя ответить да нет, да, то есть, только пояснение, да. Но манипуляторы бывают разные. Сейчас мы будем пробовать, и будет видно, что есть. Некоторые могут просто давить. Ну, просто так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, это, бездов, непонятно, да, но в примере, когда будет какой-нибудь конкретный пример, есть такие активные очень. Да ладно, да ль, да чё там, да перестань сейчас, не лёжик, да, слушай, давай, да ладно. А если ножом прыгнет на тебя, это манипуляцией? Мы навязываем свой темп и ждем ответа на вопрос. Вот как с Булатом, например, я делал. Я его спрашивал, он перебивал. Я его спрашивал, мы с тобой договорились и не договорились. Он сказал, что договорился. И после этого он сам же нарушил. Ты сам сказал, можете задавать эти вопросы. Однажды сказал сам, теперь можешь что-нибудь сказать. Я и говорил. Мы каждый раз возвращаем Булату его в конструкцию. То есть я манипулирую. В данном случае, да. В данном случае. Хорошо, какую цель я хочу при этом достигнуть, потому что я вам манипулирую. У манипуляций всегда есть цель, которую я хочу достигнуть. Какая моя цель? Выяснить свои какие-то... Правильно. Кроме того, что выяснить, что такое манипуляция, никаких других целей нет. Решить свои внутренние психологические проблемы. Вы хотите об этом поговорить? Да. Это стандартный, кстати, откат. Если у кого-то есть какой-то предмет. Вы больной просто, да? Если у кого-то есть предмет. Дорог людей не бывает. Дорог людей, да. Дорог людей, да. Дорог людей, да. Дорог людей, да. Если у кого-то есть пример манипуляции, да, у кого-то прямо на памяти, то мы можем его конкретно... то кто-то этот может попробовать проманипулировать. Например, манулю, да. Мы в смене раэй просто попробуем. А потом... Или можем сразу вспоминать, например, разбиться на паре. Какие-то, да. И вспоминать друг другу. Пример манипуляции. Да. Только Стасу с женой нельзя в одной паре быть. Обязательно. Соответственно, вам тоже, да? Ну что, давайте тогда это самое на паре реально. И просто вспоминайте пример манипуляции. И потом мы с ним поработаем. Договорились? Да. Ну что? Кто готов рассказать случай свой, который удалось вспомнить с манипуляцией? А когда вы это обсуждали, да? Ребенок просит мороженого у взрослого. И делает это не просто так, как обычно просит, а там листья на руках, орёк, являются там. Или это там как бы хулиганит и прочее. То есть он помогает. Ну как бы вымогает, да. А там вы манипуляции или нет? Ну, ты не скажи. Так вот, моя версия какая. Со стороны ребёнка. Ребёнок, допустим, почему-либо из-за своего опыта выяснил, что чтобы как бы взрослого заставить сделать то, что он хочет, да, купить ему мороженое, он был вынужден как бы вот совершать такие манипуляции, да. И тем самым как бы у него несколько раз это удавалось, и он как бы к этому привыкает, да, и думает, что получит это желание. А взрослый, то есть со стороны ребёнка это манипуляция. Он нацелился на что-то, да, и хочет, чтобы другой человек как бы то, что он хочет, это ему сделал. А взрослый, со стороны взрослого. Взрослый, один взрослый может воспринять это как на самом деле, как вы говорите, как манипуляция. Как у него, допустим нет денег, или он не хочет купить мороженое, или ему не нравится таким способом ребёнок это требует, и тогда он воспримет это как манипуляцию. А другой взрослый, допустим, у него хорошее настроение, и он как бы, ему ничего не стоит купить мороженое, и он понимает на самом деле, что все мы были детьми, и почему бы, и все мы так кривлялись. И он покупает мороженое, но он не воспринимает это как манипуляция. То есть одно и то же событие – и манипуляция со стороны ребенка, и не манипуляция со стороны взрослых. Влад, значит, что я могу тебе сказать? Во-первых, это не конкретный пример. Ты оба думала? Ну как, ну как это? Это конкретный пример. Конкретный пример. Это со мной происходило уже. Конкретный пример? Влад, чтобы обсудить этот пример, нужно сейчас обсудить ответственность. И немножко передача ответственности детям в этом происходит. Я же еще раз говорю, манипуляция не сводится к ответственности. Это мое определение. В твоем определении она сводится. Влад, ты не рассказал. Ты не рассказал, и сейчас было какое-то позито. Конкретный пример манипуляции. Рассказать и обсудить. Неконкретный пример. Почему не конкретный? Он просит мороженого взрослого, висит на руках, кричит. Я согласен обсудить этот пример. Ну почему меня нет? По-моему, это настолько стандартный пример, что сейчас ты его даже видишь просто. Неосознанная манипуляция возможна со стороны ребенка, то есть как рефлекс. Если он один раз попробовал, почему-то у него получилось. И он дальше начинает это воплощать в жизнь. Многие дети капризничают, допустим, и видят, что когда они капризничают, то есть они заставляют взрослых делать то, что они хотят. У них нет другого языка, на котором разговаривать со взрослым. Он говорит на том языке, который ему доступен и который приносит результат. Ну а, соответственно, взрослые... А взрослые, особенно женщины, часто сгибаются под этими капризами. Им деваться-то некуда. Им проще на самом деле ребенку купить мороженое, чем на самом деле перед людьми позориться. В общественном месте где-нибудь происходит эта ситуация. Все подумают, что... Либо наказать тут же, наорать на ребенка, что тоже некрасиво. Либо купить мороженое, успокоить, дома разберемся. Ну тогда, чтобы разобрать пример, надо разобрать, почему ребенок, а с ребенком не точно просто, почему ребенок таким способом просит это мороженое. Потому что раньше, видимо, он просил нормально, ему и не покупали. А может быть, у него алгина, а может быть, у него мороженое, у него аллергия, ему нельзя это мороженое и так далее. Может быть, куча причин быть, по которым не покупают ему. А может быть, он толстый, понимаешь, и так он уже мороженое... Может, он уже съел 10 пломбиров, он хочет 11, и понимает, что ему уже не дадут. И вот он уже начинает. Причин может быть очень много, совершенно разных. И негативных, и позитивных. Тем не менее, он хочет купить, съесть 11 пломбиров. Он и так уже карапуста на 80 кг был. Ладно, это неконкретный пример, мы не можем его разбирать. Ну что значит неконкретный пример? Это то и значит. Вот сейчас, если у кого-то есть конкретный пример, будем разбирать конкретный пример. Ты видишь разницу? Мы сейчас потеряем время, очень многое, но ни к чему не придем. Своим примером. Он очень замечательный, это целая тема для разговора на самом деле. Пример-то не в этом составил. Пример составил в том, что одна и та же ситуация может выглядеть как манипуляция и не как манипуляция. Хотя со стороны ребенка это всегда манипуляция. То есть ребенок хочет достигнуть своей цели. Для него это манипуляция. Но взрослый к этому может всегда отнестись по-разному. Он может отнестись к этому воспринять это как манипуляцию. А может отнестись к этому просто с любовью. Он понимает на самом деле, отнесся к этому с любовью. Или по-другому как-то может отнестись. Это неконкретная ситуация. Мы не можем разобрать из-за ограниченного времени. В чем не конкретный? Давайте другой пример. Конкретный пример. Конкретный пример, это конкретный пример. Из вечного. Вчера, например, было так. Например, друг мне сказал то-то, то-то. Друг попросил миллион. Да, я отказал. Это совершенно конкретный пример про миллион. А ситуацию, почему какой-то малыш когда-то что-то попросил. Причем неизвестны никакие вводные. То есть мы решаем задачу, в которой нет никаких вводных. Для того, чтобы понять определение, не надо взять конкретность. Ты считаешь, как с твоим миллионом. Тогда мы должны обсудить. Мифический пример. Один друг приходит другому, дай миллион. Где такие примеры? Давайте таких друзей просто вызваем. Я просто удивляюсь. Бывают такие люди, на самом деле. Я вообще в каком мире жил? На Марсе, что ли, жил? Это, конечно, совершенно конкретный пример. Я в миллион пришел, пришли к тебе просить. Не в миллион, просто человек сказал. Я так понимаю, что Копкеев пришел ко всем. И попросил миллион именно, да? Достаточно конечную сумму по началу 90-х. Сколько? 100 долларов? Ну, какую-то, да. 100 долларов. У большого количества людей. Вы сказали, вы мне в этом сделали на классе. Нет. Не так он не говорил, и я не видел этого. Все, граждане, давайте тогда обсудим это самое. Ты не видел? Ты не видел? Ну, давайте что-нибудь обсудим. Если мы не обсудим конкретный пример, мы не сможем понять, как это работает. Тогда у нас все повиснет просто. Ну, давайте предусмотрим. Я предложил пример, но есть другие там люди. Давайте предложите другую. Ну, давайте объясним, я вот с Копкеев, пришел Копкеев, который сказал, что вот, мне нужны деньги, дай мне это, скажем, долг. И что? Мне нужны деньги, дай мне долг. Подождите, подождите, подождите. Чем отличается конкретный пример? Что есть конкретный человек, который чувствует конкретно неудовлетворенность от конкретного общения с кем-то. Он считает, что его заставили что сделать помимо его воли, да, то есть, как бы он не хотел, у него другие потребности, но есть это самое. То есть, осталось недовлетворенность, ну, какой-то осадок остался. Вот эти примеры этих манипуляций мы разбираем сейчас. Если мы сейчас разберем такой пример, мы можем что-то увидеть. Если мы будем говорить на абстрактной ситуации, то мы ни к чему не придем, предупреждаю сразу. Только конкретные примеры, конкретно произошедшие, оставившие у конкретного человека, присутствующих, конкретный отпечаток. Мы можем забрать такой пример, который... Я пришел, конечно, конкретно ко мне. Вот, давай. Я попросил у меня, я застава попросил денег, сказал, что вот я верну. Вот. Денег у меня на тот момент было немного, на самом деле. И ту сумму, которую я ему дал, она, в общем, для меня была довольно существенна. Вот. И я... Почему ты считаешь, что это манипуляция? А не просто, ну, он попросил... Ну, пришел не абы кто-то из улицы. Шел человек, с которым я общался, с которым мы... Хорошие отношения были. Который мне, в общем-то, помог, помог, и в жизни помог, в смысле, что... Ну, помогал. Да. Помогал мне, да, в жизни. То есть, он... Поэтому он пришел ко мне, потому что у нас были отношения довольно дружественные. А что он уже... Почему у тебя остался осадок? Что это мог воспользовать? Ну, что деньги не вернул. Ну, да. Во-первых, не вернул деньги. Во-вторых, даже я об этом... Ну, там бы сказать... Он... Он ни разу потом не сказал, что я верну его. Он просто исчез. Нет, ну, в тот момент, когда он просил как-то... Для себя... Ну, ты чувствовал, что ты должен дать ему, потому что ты хороший друг или ты просто так? Ну, да. В общем, да. У меня было такое чувство, что человек... Ну, человек против... Я вижу, что человек у человека... То есть, ну, как... Он подошел... Он подошел... Я вижу, что у него проблемы. Ранее он... Он подошел так... Чтобы было видно, что у него проблемы. Что ему деньги не нужны. Вот. И что... Ну, я не мог ему не дать, потому что... Ну, после этого, где-то осталось какое пищение? Что ты как бы ему помог просто... Ну, мне казалось, что да. Ты казалось, что я помог ему. Ну, да. А в чем здесь манипуляция? Ну, это... В этом заключается... В этом заключается... В этом заключается... Что ты сейчас... Деньги не возвращаешь? Что ты не хотел делать? То есть, взять деньги... Ну, желания у меня большого давать не было. Но ты дал, потому что он не помогал. И было неудобно не дать. Да. Вот. Это уже манипуляция. Ты дал только я, потому что тебе было неудобно. Правильно? Ну, да. Было такое чувство было, что я не могу не дать. Потому что я вижу, что... По примеру, я убил себя так, что... То есть, нож пристал корму? Нет, горло не пристал корму. Я не мог ему не помочь, потому что я вижу, что если я не могу, то ему будет плохо. Хорошо. Тогда какую ответственность он хотел переложить у тебя? Ну, сложно сказать. Наверное, подбывание денег... То есть, обеспечению себя финансово? Ну, да. То есть, он не стал зарабатывать как-то, да? Не стал просить у тебя прямо там на конкретных, определенных условиях, да? А просто ему нужно деньги дать. Так как было? В общем, да. То есть, он, по сути, приложил он тебе ответственность за свое, как бы, финансовое обеспечение? Да. То есть, твои проблемы он пережил, наверное, на меня. А попрошайка, когда деньги просит тоже, что ли, это манипуляция? Да, это манипуляция. То есть... Как можно вернуть... Милости давать нельзя, что ли, получается? Это всегда манипуляция? Ты можешь сумму выбрать, которую ты можешь дать. Ну, так и он мог выбрать. Чем он? Чем? Володь. Он на базу. Сказал, я не могу столько, могу столько. Есть доллар. Но это не принципиально. У меня была такая ситуация около магазина. Булат, мы сейчас разберем твою ситуацию. Подожди. Сейчас мы разберем Володьевну ситуацию. Не, просто она касается Володьевны. Ну, мы разбираем сейчас Володьевну ситуацию. Значит, ты, эта самая осталась, потому что ты, как бы, вообще не мог ему дать денег. В принципе. Потому что у тебя ее было мало. Ну... Тут важно просто. Ну, то есть, должно остаться как бы... Ну, особенно у меня сразу сказал, что мы не вернули. Это вообще. Это уже потом. Потому что я-то рассчитывал то, что если он... Ну, он-то подходил ко мне как другу. Соответственно, я от него ожидал таких же дружеских... Не, прям он тебе так и говорил. Ты мой друг. Нет, слушай, не надо приказать. Ты мой друг, он не говорил, да? Я ожидал от него таких же дружеских объяснений. В том смысле, что он там... Вернет, не вернет, когда вернет... Объяснений... Даже в дальнейшем объяснений каких-то там... Не могу, например, вернуть. Подожди еще там неделю, там, не знаю. У меня какая-то сейчас сложная ситуация еще, чтобы... Как бы... И все. То есть, вот он воспользовался себе фактором, что мы... Хорошие отношения... И эти хорошие отношения использовал для решения своих проблем. Ну а откуда вы знаете? А может, он еще в большую беду попал? Вот почему он решит проблем? Он попал еще в большую беду. Хорошо, попал в беду. Так почему он не сказал, что типа я попал в беду и не могу тебе вернуть деньги? Он их просто сейчас расслебает и вернется к тебе. Откуда ты знаешь? Он не сказал об этом. Манипуляция была... Он хотел тебе деньги отдать, попал еще в большую беду. Манипуляция была потому, что... Манипуляция не потому, что он не отдал деньги, а потому, что он взял деньги, не спрашивая у их владельца, может дать или не может, а просто подошел и сказал, не надо. Ну а откуда мы это знаем? Надо было бы его спросить. Вот слово тебе говорит. Ну-ка, неизвестно. Что неизвестно? Человек мог попросить деньги, как друг хотел их отдать, но попал еще в большую беду. Может он где-то лежит в больнице сейчас. Как мы можем об этом судить на самом деле? Какие намерения у него были? Не важно его намерения. Как не важно его намерения? Из того, что он не ясно. Ладно, давай сейчас разберем просто один конкретный пример. Хорошо? Где же он конкретный-то? Конкретный пример. Другой стороны-то нет? Так нам не важно. А как мы можем узнать его намерения другой стороны? Зачем он деньги занял? Давай, короче. В данном случае, получается, ситуация с моей стороны как выглядит. А может ты ошибаешься? Нет, я могу ошибаться. Так какая разница? Он же недоволен. Он недоволен только тем, что ему деньги не вернули. Он не только деньги. У него просто деньги, он сказал, что были такие, что… Ты начинаешь всем. Это вот эта манипуляция. Ты перекладываешь сейчас ответственность свою на других, на всех. Ты не даешь никакого. Ответственность за что? Ты не даешь никому разобраться. Потому что тебе кажется, что психологи манипулируют людьми. Что манипуляция – это не то, что я говорю. Ты даже не даешь… Я хочу разобраться. Ты даже не даешь попробовать разобраться. А как мне разобраться с Володкиным примером? Вы все разбираетесь. А мне молчать? Потому что ты не даешь даже сказать. Ты задаешь вопрос и не даешь на него ответить. Володь. Ты мешаешь. Ты понимаешь это? Другим людям. Это манипуляция или не манипуляция? Ты сейчас… Ты ни во что не ставишь. У тебя что теперь не сделай… У тебя единственный сейчас ко мне претензий, что я манипулирую. Ну я вообще не знаю. Хороший пример, красивый пример манипуляции. С твоей стороны. Что бы я ни сделал – все манипуляция. Но ты нарушаешь договоренность. Ты не обращаешь внимания на других людей. Ты сбиваешь процесс работы. Как это назвать? Предложи свой вариант. Что ты сейчас делаешь? Не, ну давайте я… Я молчу. Я молчу. Разбирайтесь, я молчу. Нет, просто ты можешь объяснить, что ты делаешь. Я пытаюсь разобраться с Володкиным примером. Вы говорите, что это конкретный пример. Я не вижу в нем конкретности, потому что нет другой стороны. Ты говоришь, я не вижу в нем конкретности. Ну дай нам попробовать ее найти. Ну давайте. Спасибо. Еще раз, значит, пример. То есть манипуляция есть только в том случае, если остался осадок. Если ты понял, что тебя поимели. Вот это важно. Если ты в тот момент понимал, что ты не мог дать денег, вообще никаких. То да, это манипуляция. Потому что в противном случае, вот пришел к тебе, ну даже если ты, допустим, не мог дать, ну например, ну как, вот если, допустим, представить, что, ну там, я к тебе пришел вот сейчас. Или сейчас я тебя попрошу. Ой, я знаю, что у тебя затруднения, там, я знаю все, что угодно, да. Ну просто я вот сейчас там, или если, ну я не получу денег каких-то, да, то я могу там присесть далеко и надолго. Но опять же, это мое дело, правильно? Я же что-то делал. Какая-то была история до того, как я, ну что я сделал, что я сяду. Я же понимал, что я что-то делаю не то, правильно? И в данном случае я прихожу к тебе и говорю, Вова, спаси меня. То есть я перекладываю ответственность. То есть то, что я должен ответить за себя, я перекладываю на Вову. Вова, давай. Тоже как бы на другую сторону манипуляция, правильно? Он-то не должен. В данном случае я считаю, что манипуляция была только связана только с тем, что мне кажется, что он понимал, что денег он, скорее всего, не вернел. Мне так кажется. Это значит мошенничество. Ну, может быть. Но, тем не менее, они ему были нужны, и он воспользовался тем фактом, что у нас хорошие отношения, и не дать я не могу. А ты потом время пытался с ним связаться и узнать, почему, да, чего? А не было координатов, я пытался найти. Просто на самом деле, как условия, жизнь устроена многосложная и может быть. Нет, да я понимаю. Очень много объяснили, почему, допустим, с тобой не связался и тебе деньги не отдал. Очень много. Все телефоны, все координаты были известны. Были известные люди, которых можно было передать информацию. Я и объясняю, что пример не конкретно. Я согласен. Если бы, например, он пришел и ты четко понимал, что не можешь ему дать, но ты дал. И нам не важно, отдал он или не отдал. Сама манипуляция была в тот момент, когда давал. Да. Я не говорил про это, что то, что он мне не отдал, это второе. И все. Давай тогда. Ты не хотел ему давать тех денег, что у тебя их просто не было. А он попросил значительную для тебя сумму. Да. Какая бы ни была у него ситуация, это была его ситуация, ты ее решать не должен. Он приложил решение своей ситуации на тебя. Как мы можем вернуть ему ответственность? Какие вопросы? Еще раз сумму. Есть у кого-то вопросы к Андрею, которые помогли бы вернуть ответственность? Ну, на самом деле, есть же простая ситуация. Деньги деньгами, дружба другу. И все. Такие говоришь всегда. То есть, деньги, это как это называется? Дружба дружба, это на бочок вроде. То есть, по сути, по сути, еще продажил. Подождите, не будем ждать дружбу, да? Давайте разберем до конца пример. То есть, он пришел и сказал, что если ты мой друг, то ты мне не дашь денег. Если ты мне не дашь денег, то ты мне не друг, по сути. Так ты не говорил. Конечно так. Не, мне-то я могу тебе сказать эту ситуацию, почему я ее вспоминаю от времени от времени, потому что он прошел большое количество народу у своих одноклассников. У всех, как попросил деньги, и они ему дали. А как же он даже не заглянул? А кому всех? Я ему не дал. Он тоже меня просил. Конечно. И никакой манипуляции я в этом не видел. Он мне объяснил всю ситуацию. Я ему не дал денег, так и скажу. Я ему не даю, потому что не даю. Просто в случае с собой это могло бы не манипуляция. Конечно, если ты стал манипуляцией выяснять. Как так? Он упросил у вас это манипуляция, а просил у меня это не манипуляция. Странная же ситуация. Можно просить по-разному. Нет. Упросил, что он может не по-разному. Только ты с ним общался по-другому. Нет. И эту манипуляцию ты предотвратил. Я только что и говорил. Был же здесь факт манипуляции, а он факт другой. Ситуация. Это сложно, да. Когда я ко мне пришел и не пытался с меня деньги получить, пришел к тебе, с которым он общался. Значит, нет факта манипуляции. Почему? Он использовал факт дружбы в качестве манипуляции. Он понимал, что я ему дал как друг, а ты ему не дашь. И объяснить ему. С другой стороны, кому нам идти за деньгами, если не друзья? Тогда непонятно вообще. Получается, что что бы ни произошло, как бы я к человеку ни обратился, получается это в любом случае манипуляция. Вопрос в том, что у нас определение не очень четкое. Здесь все четко. Потому что мы намерения не учитываем. Намерения могут быть. В данном случае намерения ни при чем. В данном случае просто не конкретный. Реально, это правда была не конкретный пример. Я слышал твой пример, да? Мне кажется, что он более... Давайте мой пример как бы. Он просто как раз... Раз пример не конкретный. Нет, нет. У меня есть конкретный пример. Продолжайте со мной. Я чувствовал, как ты хочешь. Вот это все чувства. Давай. Я когда-то работал, у меня был первый магазин, да? И как бы я им товар поставлял. И случилось так, что хозяин магазина умер, да? И как я как бы пришел в магазин, там, ну, там, за деньгами, да? Там, за очередным траншем, да? Там, вот. Товар был лодан на отсрочку. Там, и постепенно они мне воплачили. И мне, наверное, это как бы хозяйка магазина, да? Она начала рассказывать ситуацию такую, что к ней вот только что приходили, там, из АБЭП, ну, или там, из какой-то другой организации, или из СЭС, и так далее. Но они приходят, а свою дань собирают немножко. И вот она как бы возмущалась, что вот она объяснила, что у нее сейчас вот денег нет, как бы она не может это дать. А им, типа, вот, пофиг, что вот умер, как бы, хозяин магазина, что вот им нужны деньги, вы им да положите. Вот они такие бессердечные. На самом деле, когда она это все говорила, ведь я точно так же пришел за деньгами. Я, значит, почувствовал, как бы здесь... А, еще она рассказывала о другом, как бы, да, человеке, который точно так же пришел, ну, в отличие от этих ребят, и, как бы, сразу, там, сколько-то денег дал, там, он, там, пять тысяч сразу дал, там, на похороны, на все, там, затраты. Я почувствовал, на самом деле, я когда бедный был, как бы, здесь манипуляция, что, возможно, мне это рассказывают, чтобы я точно так же деньги дал, и точно так же отказался от того транша денег, за которыми пришел. Понимаешь? Вот я вот здесь почувствовал манипуляцию, как бы, и, собственно, ну, как бы, я уже не помню, что там я сделал, но в результате, как бы, люди... Потом эта женщина с хозяйкой магазина обиделась, и я с ней больше не общался. То есть я, на самом деле, почувствовал с их стороны манипуляцию, но это не была манипуляция. Они, наоборот, со мной делились искренне, как с этим, как с другом, условно говоря, там, и хорошим знакомым. Вот такая ситуация странная. То есть я почувствовал манипуляцию, ну, потому что они, на самом деле, просто делились со мной, как одним из хороших поставщиков, как с другом. Ну, просто у меня очень хорошие отношения были с хозяйным магазином, который умер. Он, на самом деле, это... Деньги забрал только или не забрал? Да, все забрал. Просто я говорю вам то самое, что прочувствовать, что манипуляция всегда и чувствовать. Я это почувствовал, но потом я понял, что это не было манипуляцией, что это была просто искренняя, на самом деле. Люди искренне делились своим негодованием, искренне делились своими чувствами. Но они, может, искренне делились своими чувствами, с тем намерением, что... Нет, никакого намерения не было. Я потом как бы... С их стороны этой манипуляции не было, но я это почувствовал как манипуляцию. Значит, была манипуляция? Не было манипуляции. Хорошо. Кто это знаешь? Человек? Нет, я потому что знаю, потом, если это, как бы, они со мной потом, они перелили потом, подождите, я объясню, почему, как дальше, потом я, в итоге, я, в итоге они перестали заказывать у меня товар, общались со мной формально, как бы, она вообще, как бы, женщина там, сразу, когда я приходил, как бы, старалась, как бы, со мной вообще не общаться, то есть, в принципе. А как ты считаешь, почему это произошло? Ну, потому что я воспринял, потому что я повелся в той ситуации, я подумал, что это манипуляция, и решил, я не поддастся, а на самом деле это не была манипуляция, это было просто искренне, люди делились своими, как бы, вот этими чувствами. А как бы ты должен был поступить? Я должен был, на самом деле, это поступить, не знаю, ну, по крайней мере, я должен был войти в ситуацию, возможно, как бы, я не помню, что я там такое сделал, то ли я свои деньги все-таки забрал, то ли, может быть, я должен был все-таки тоже какую-то лепту вынести там. Потому что ей действительно было трудно, потому что женщина растерялась, потому что все висело на мужа, весь магазин висел на мужа, и она не знала, что делать, и она металась, как бы, вот, у друзей, как бы, и она не деньги спрашивала, она просто пыталась, как бы, понять, что ей делать, как действовать, закрывать ей магазин, не закрывать, там, как бы, она не знала, куда, кому обратиться, там, у нее много очень хлопот было, но она растерялась, потому что, ну, умер хозяин семьи, ей предстояло огромный хлопот, и она, как бы, просто со всеми, с кеми хорошие отношения были, этим делилась. А я этого не понял на самом деле. Я этого не понял сразу. А потом я понял, когда она перестала со мной общаться, когда я ей звонил, но я почувствовал друг, холодок такой. Она в определенном образе перестала со мной общаться. А некоторые, там две женщины были, она вообще игнорировала меня. Просто в принципе. Я понял, на самом деле, что когда я ушел, видимо, они переговорили, что я вообще какой-то бесчувственный, что я вообще как-то неправильно себя повел. Вот я еще раз говорю, что с моей стороны, я почувствовал, что многих пытаются манипулировать. Причем я это почувствовал безотносительно каких-то разумных соображений. Я просто вдруг почувствовал, что если я сейчас сделаю этот жест, который я хотел сделать, тоже внести свою лепту, что-то отдать, какие-то слова, соболезнования произнести, или что-то такое сделать, то это было бы нормально. Но я почувствовал, что если я это сделаю, то я как бы вынужденный акт был, как будто бы меня к этому вынудили. Хотя на самом деле это по-человечески же нормально совершить такой акт. Дело даже не в деньгах, я даже соболезнования не выразил, понимаешь? То есть я вообще к этому отнесся, как будто бы люди пытаются мной манипулировать. Я просто замкнулся и все. А на самом деле надо было как-то мне раскрыться, как-то там пособолезновать людям, что-нибудь в этом роде там. Им даже и деньги мои не нужны были. Они прекрасно знали, что у меня денег нет. Дело не в этом. Просто дело в том состоит, что на самом деле в манипуляции у вас все прямолинейно. И тут нет прямолинейной ситуации. Потому что одна и та же ситуация с разных точек зрения, с участников этой ситуации, может выглядеть и как манипуляция, и не как манипуляция. Человек может ошибаться, думать, что им манипулируют, а на самом деле им не манипулируют. В данном случае просто я не вижу только примеров. Ты же говорил, что если ты чувствуешь, что тобой манипулируют, тебя он нуждает вместе. Я приведу пример манипуляции. Да, я знаю, что я ушел от тебя. Что у нас случилась такая ситуация, что сейчас мы не живем вместе. Но если хочешь, я вернусь. Хочешь, я вернусь. У тебя искусственные примеры, и все искусственные. Опять же, те же абстрактные примеры. Это конкретный пример, просто я пересказываю чужой пример. Это конкретная манипуляция, вот чужой пример. А мы подробности-то, надо же узнать, все это в контексте находится неком. Почему так действует человек и так далее. Я объясняю, в чем контекст. Потому что в моем примере, потом я все выяснил. Давай берем мой пример. Твой пример. Давай закончим твой пример, если хочешь. В итоге, что это такое? Почему я одновременно и манипуляции, и не манипуляции? Чего диссананс произошел? Диссананс произошел. Потому что на самом деле, чувство того, что тобой манипулируют, оно не является здесь вообще определяющим. И в принципе, это может быть ошибкой. И вообще, чувства часто могут ошибаться. Как мы знаем, на самом деле. Мы можем ли человека ненавидеть по глупости, а потом с ним поговорить и выяснить, что это какая-то глупая, непонятная ненависть. То есть, чувство, на самом деле, доверяться, чувству нельзя. И точно так же, чувство того, что у тебя заставляют что-то делать, то есть, что тобой манипулируют, это может быть каким-то чувством случайным. Которое никак к ситуации, на самом деле, не относится к ситуации. Правильно. Но если контакт есть. То есть, может быть, у нас был один момент, да, отсутствие контакта. Если есть контакт, ты можешь сказать. Хорошо. Я очень соболезную вам, что это самое, да, эти КБ-повцы, которые приходят, они, блин, вообще вымогатели. Подлые. Нет, вопрос, что не будем составлять. И что есть хорошие... Я опять, я просто говорю, ты меня слушаешь. Что есть хорошие люди. Ну, как бы, я пришел там забрать свои деньги. Я могу из этих денег выделить на, там, на попороны вот этого человека, которого я хорошо знал, у нас были неплохие отношения, такую-то сумму. Тело не в этом. Ты... Нет. Я тебе объясняю, что одна и та же ситуация и манипуляции, и не манипуляции одновременно. Для меня она манипуляция, потому что я вижу в ситуации, что меня заставляет и вынуждает каким-то действием. А с их стороны манипуляций никакой нет. Они просто по нас появилось подозрение. Но ты мог это подозрение сразу, как бы, решить, задав открытие. Нет, вопрос. Подожди. Предложи. Я понимаю, как можно решить. Я просто к тому говорю, что, на самом деле, если ты ощущаешь нечто, то, на самом деле, надо себе это ощущение манипуляции подавлять, потому что, может быть, ты ошибаешься, на самом деле, и ситуация не такова. Ну, ничего не надо подавлять. Надо просто выяснить души. Приму. Выяснять. То есть вы мной манипулируете, а они просто тебе... А они только на место решили. Они даже не знают, что это такое слово. Правильно. Не надо говорить глупости. Правильно, да. Ну, просто ты можешь, как бы, сделать какие-то... А вы вынуждаете мне дать вам деньги? Вот так спросить. Это был супер вежливый. Зачем? Ну, а как? Я же сказал тебе, как можно. У вас все прямые... На самом деле, как правило, все прямые такие акты, как правило, невежливые и просто очень грубые. Почему люди вообще придумали этикет? Потому что этикет как раз умеет донести до человека путем каких-то... Хорошо. Мы будем в какой-нибудь случае разбирать или будем обсуждать случаи, которые не имеют никакого отношения к делу? Нет, я просто тебе призадал... Это случай конкретный, в котором я почувствовал суперманипуляцию. Супер. Потому что... Но ты, как бы, дальше ничего не стал делать, правильно? Потому что я почувствовал манипуляцию, и я решил, что в манипуляции ничего делать нельзя. Да, но деньги же не вернули. Нет, дело не в этом. Дело в этом. Манипуляция заключается в чем? Что тебя используют. Тебе говорят. Мы как добрые самаритяне. Подожди, меня хотели, как бы, вынудить к чему-то. Я же ведь даже слова не сказал. Давай, как будто бы денег не было. Я даже слова эти соболезнования не сказал. Потому что посчитал, что они меня вынуждают их сделать. Я просто почувствовал полное подавление, как бы, полная вынужденность ситуации, что что бы я ни сделал, они вынуждают меня, как бы, это... Не своей волей бы что-то высказать, а как бы заставляет высказать какие-то слова. Ну, ты бы мог высказать свое желание, вот просто спросить, не могу сказать. Еще раз говорю, ну, при чем здесь это? Ну, я не высказал. Я могу сейчас запомочь. Дело не в этом. Я не высказал. Да. Часто бывает ситуация, что человек, например, ошибается. Я ошибся, я не успел высказать. Потом я прошел, подумал, прошел, какое-то время, месяц прошел. Я, наконец, осознал, что я ошибся. Но я же не могу притескать. Ребята, извините, я тогда ошибся. Это будет глупо. Почему? Я не знаю. Хорошо, смотри. Ситуация конкретная, понимаете? Она такова. Давай, да, давай. Хорошо. Прошел месяц, и возвращаться к ней было глупо уже. Сказать, что вот я почувствовал манипуляцию, объяснять это было сложно. Там женщины, они обычные... Не обязательно про манипуляцию объяснять. Сказать, вот был дураком, извините, как-то вот... Можно было, я говорю, можно было, конечно. Словно было, почувствую, что и была манипуляция. Еще раз говорю, вы как-то верно не понимаете, что одна и та же ситуация может быть и манипуляцией, и не манипуляцией. Була, давай рассмотрим, почему ты мог почувствовать, например, что это манипуляция. Что они делали, по сути? Тебе показалось, что это манипуляция, потому что тебя, твою ответственность как бы перехватили. Нет никакой ответственности. Они просто как бы, к моему пониманию... Ты почувствовал. Давай я объясню, что я пробью. Ты уже сказал. Без всяких посторонних, ответственность как бы... Тут вообще ни при чем ответственность. Ты говоришь. Они вынуждали меня точно так же, как бы вот так. Они ожидали услышать от всех соболезнований и понимания, как бы... Они ожидали, что я тоже проявил соболезнования и понимания. И вот в этом том, что они пытают меня... Это как то, что они мне рассказывали, что другие не проявили эти чувства. Как мне показалось, они вынуждали, чтобы я их тут же проявил. А ты не хотел. Нет, дело не в этом. Я почувствовал, что это манипуляция. Еще раз объясняю. Я именно почувствовал, что это манипуляция. Вот, можно? Я не раз... Если бы я тогда разрешал, я бы сразу понял, что это было. Я бы раз это сказал. Можно я скажу что-нибудь? Ну, потому что если нет биологии, то как бы... В смысле? Ваши, в твоей. Правильно. То есть они у тебя... Как ты почувствовал? Перехватили... Можно я выскажу? Свои теоремы, да? Перехватили ответственность. То есть как бы... Ты еще сам даже не успел подумать, что надо выразить соболезнования. А теперь уже предлагают. По Булату. Ну, тебе так показалось. А выскажи это соболезнование. Потому что другие не высказали. Значит, а ты какой? Ты вот... А ты выскажи. Так как бы... Из контекста я сказал. Да, да. Они у тебя как бы перехватывали ответственность. То есть сразу тебе наперед. Тебе так показалось, что наперед они это делали. Да. И что если бы я сделал, то получилось бы, что я это делал вынужденно. Да, и делал бы вынужденно. Вот в этом я и почувствовал манипуляцию. Что они как бы вынуждали как бы меня высказать это соболезнование. Не я как бы от своей свободной воли бы это высказал, а они меня как бы вынуждали. Я это почувствовал, как бы ничего не сделал, ушел и потом через месяц понял, что я должен был, несмотря ни на то, что я почувствовал, что мной как бы меня преневоливают, и это высказать, несмотря ни на что. Понимаешь? То есть на самом деле мое поведение не зависит от... Должен было... Почему? Давай зададим другой вопрос. А почему, когда ты почувствовал, что тебя не волят, да? Это самое высказать соболезнования, ты их не высказал. Что тебе помешало? Именно это и помешало, что я не люблю, когда мною манипулируют, когда меня заставляют что-то сделать, когда я сам решаю, что-то сделать, когда меня заставляют, когда мною манипулируют, в буквальном смысле. Да, за тебя принимают решение, что тебе надо делать. Они за меня, ведь это я так думал, что они, еще раз объясняю, ситуация, они не мною не манипулировали. Потому что они просто мне рассказывали. Ты сейчас говоришь за них. Ты говоришь сразу, что ты подумал, а потом, что на самом деле. Потом это выяснилось, объясняю. Потом это выяснилось, что они, как выяснилось, они на меня обиделись, они перестали со мной общаться. Потому что они проявили человечность, они потерялись со мной сокровенно. Потому что они как бы считали меня другом в семье, они рассказали мне как бы беды, и какие вот у них переживания в ближайшем есть. А я к этому отнесся, я не понял этого. Они поставят тебя в ближайшем конкретном и не таким. Он конкретный, это со мной случилось. Да, это с тобой случилось. Как она тебе это рассказывала тогда? Я же тебе рассказывал. Она рассказывала, что за это вы приходили, а как-то одни посреди это там. Как она на тебя при этом смотрела? Почему не все это? Да потому, притом. Почему ты решил, что она тобой манипулирует и просит тебя? Это не важно, почему я решил, я почувствовал манипуляцию. Я тогда не размышлял. Я просто вдруг это почувствовал. Булат, вот смотри, вот ты говорил, твое определение манипуляции, когда заставляют делать то, что ты не хочешь. Разве ты не хочешь? Нет, когда заставляют другого человека делать то, что хочешь. То, что противоречит его желанию. Нет, когда я заставляю другого человека сделать то, что я хочу. Поэтому это может, еще раз говорю, это может противоречить, а может не противоречить. Хорошо. Нет, моим желаниям это не противоречило. А почему тогда? Ну, я не знаю. Вы объясните. Вы же тут психологи собрались, у вас все просто. Я не знаю, я почувствовал манипуляцию, давление, и все. Я ничего не сделал. В давлении, в манипуляции я ничего не делаю. И все, я ушел. Через месяц я понял, что я не прав. Не сходил я потом, не повинился. Это другой разговор. А факт состоит в том, что в конкретной ситуации я почувствовал давление, почувствовал что мной манипулирует я в этой ситуации еще не сделал это должен был и хотел на самом деле соболезно почему ты решил что не было манипуляции может быть это женщина можно я скажу то хоть раз а мне уже все здесь не было когда ты переход даже на не знаю на что женщина могла реально обидеться на этих обувцев так далее и сказать себе что ну вот ты-то сможешь понимаешь а у нее могло бы такое да ты-то не такой как она могла использовать ты сейчас пытается высказать как бы гипотезу а я в ситуации был я этих женщин знаю я этих женщин знал на самом деле очень долго знал несколько лет знал я с ними общался беремся давай сделаем трижды давай